добрый день уважаемые школьники мы продолжаем с вами курс лекции подготовки к всероссийской олимпиаде для школьников по китайскому языку сегодняшняя лекция наша посвящена служебным словам служебные слова это неотъемлемая очень важная часть китайской грамматики поскольку мы с вами уже говорили о том что одной из особенностей китайского языка китайской грамматики китайского синтакса является развитая система служебных слов которые играют не только синтаксическую лексическую роль китайском языке поэтому давайте с вами начнем разбираться что относится к служебным словам и какие наиболее часто встречающиеся служебные структуры это не только собственно слова но еще и рамочные структуры так называемые а можно увидеть в олимпиадных заданиях и так к служебным словам относятся такие части речи как частицы союзы предлоги междометия звукоподражания и другие грамматические элементы частицы союзы и предлоги это вот те наверное основные блоки основные части служебные лексики на которых мы с вами остановимся и которые разберем более подробно начнем с союзов и союзных конструкций и так на вашем экране представлен союз ее уши машина будем называть это рамочной конструкции фразовой конструкции поскольку используется не одно слово не один союз а некая некая фраза или некое обрамление такое служебное грамматическое что назначает и такой-то и такой-то или не только такой-то но еще и такой-то да вот у него такое значение служит для связи прилагательных глаголов или глагольных конструкций глагольных фраз в предложении давайте посмотрим с вами примеры че тянь южон фу йоу хау йоу пхе ни этот пуховик и хороший и дешевый а можно сказать не только хороший но и дешевый связываются два качества йоу хау йоу пхе ни второй пример уомэн чяо ши йоу антинь йоу кантинь уомэн чяо ши йоу антинь йоу кантинь наша аудитория и спокойная и тихая снова два равнозначных качества употребляется в одном предложении или мы можем сказать не только спокойная но и чистая сяй галецы на гасянзе йоу сяо йоу цилл этот ящик и маленький и старый или не только маленький но и старый основа сравнивать не сравниваться вернее а соединяются в одном содержании два качества одного предмета тхачи йин хэн йоу чу чэн йоу хуань чэн обратите, пожалуйста, внимание, что в данном предложении мы уже связываем не качество, а действие но опять же действие равнозначное и содержательно тхачи йин хэн йоу чу чэн это снять деньги хуань чэн это поменять деньги он пошел в банк и снять и поменять деньги следующая структура фразовая структура ее также относят к союзным конструкциям йин вэй шэма шэма суа йи йин вэй суа йи это структура используется для связи причины и следствия указывает на причину и на результат или на следствие йин вэй после йин вэй у нас обычно используется причина по какой причине потому что йин вэй переводится так как по причине союй переводится как поэтому то есть после союй мы используем часть предложения которое содержательно выражает следствие или результат давайте посмотрим примеры так как он заболел поэтому не пришел на занятия так как заболел поэтому не пришел на занятия и 2-го лица та йин вэй яо цю жунгуо гун зуо союй шэй си хань так как снова мы указываем причину по причине того что ему необходимо ехать в Китай на работу союй шэй си хань поэтому он изучает китайский язык из ангелицы так как он учится старательно поэтому учится хорошо или вследствие того что он учится старательно он учится хорошо причина старания хорошая учеба это следствие и так ин вэй выражает причину союй выражает результат или следствие данной причины ин вэй так как дождь из-за дождя после обеда мы не пойдем в парк ин вэй очевидно в этом примере пропущено ин вэй так как я чувствую себя так как мне скучно поэтому я часто скучаю по дому ин вэй и сои могут употребляться и по отдельности вот как раз пятый пример нам показывает их раздельное употребление я чувствую себя скучно данная фраза уже является причиной а далее следствие поэтому скучаю по дому следующая структура и шима-шима-тио и шима-шима-тио как только так сразу да соединяет две части сложного предложения и обычно выражает последующее действие происходит вслед за первым очень быстро довольно таки быстро действия довольно быстро сменяют друг друга например сегодня как только урок закончится я тут же пойду к тебе тут же пойду навестить тебя или сразу после уроков я пойду навестить тебя обратите внимание что фонетически в предложении после и необходимо поставить небольшую паузу то есть мы тем самым выделяем и какое-то действие какое-то действие еще разок то что идет после тю оно быстро сменяет то что идет после и то есть второе действие быстро сменяет первое он только приехал в Китай и тут же мне позвонил приехал и позвонил и санга те те и пи е сестра только выпустилась только окончила учебное заведение и тут же нашла работу тут же пошла работать еще одно значение у этой структуры заключается в следующем первое действие является условием или причиной второго действия например 中国人一天就知道你是老外 中国人一天就知道你是老外 Китайцы только услышали и тут же узнали что вы иностранец тут же знают что вы иностранец только послушали и тут же узнали что и тут же поняли что вы иностранец Первое действие является причиной или следствием второго действия Или условием второго действия То есть при условии, что они вас только услышали Они могут сразу понять, что вы иностранец Я заболел и тут же кашляю То есть как только я болею, я кашляю Причина моего кашля является болезнь Он только выпил вина и тут же лицо его покраснело Как только приезжает группа в Китай туристическая Он тут же назначает меня сопровождающим этой группы Следующая фразовая структура, которая довольно часто используется в олимпиадных заданиях В части тестовой Это Соединяют также две части сложного предложения И выражают предположительные условия Или предположительный результат совершения действия На русский язык можно это перевести Если вдруг, при случае вдруг, то Яуши иногда используется с выражением Дэхуа в конце этой фразы В конце этой части сложного предложения Но очень часто Дэхуа может опускаться Как только приедешь Тут же мне позвони Я поеду на станцию тебя встретить Или на остановку Яуши не най Если приедешь Гипотетически Мы предполагаем, что действие произойдет Оно еще не произошло Но если вдруг ты приедешь, то мне позвони Яуши сям Тя тюкай мама Тя тюкай мама Тя тюкай мама тага тюкай Если будешь скучать Позвони маме Яуши не тю Если ты пойдешь И я пойду Я тоже пойду Ты пойдешь Я тут же пойду Если будешь скучать Позвони маме Следующая структура Суй жан Шэма шэма Тань ши Суй жан Тань ши Хотя Суй жан Что-то Что-то Тань ши Но Соединяет две части Одной фразы Две части одной фразы И выражает такие вот Переломные отношения Внутри этой фразы Например Хотя время изучения китайского Время его обучения Китайского здесь нет Извините Хотя он не так долго учится Не так давно Но говорит Но говорит Неплохо Суй жан Хотя Вот это вот и называются Такие переломные отношения То есть Смысл повернулся в другую сторону Немножко В данном примере Суй жан Суй жан Опущено Я тоже скучаю Но Не чувствую Скуку Это же предложение Мы можем и Сказать Со словом Суй жан Хотя я и скучаю По дому Но Не чувствую Нет у меня Ощущения Чувства Скуки Следующая структура Соединяет Две части предложения Которые Обозначают Условия И Условия При котором Может быть Достигнут Результат После Как раз таки Используется Выражение Со значением Условия А после Мы как раз таки Используем Выражение Обозначающее Результат Лишь нужно Усердно Учиться Только тогда Нужно Достичь успеха Посмотрите Пожалуйста После Это является Условие При котором Мы можем Достичь результата То есть Хороших Успехов Мы можем Достичь успехов В учении Изучая Иностранный язык Лишь нужно Больше Слушать Больше Говорить Больше Тренироваться Только тогда Можно Учиться Хорошо Опять Посмотрите Условия Какие Для изучения Иностранного языка Слушать Много Говорить Много Много Упражняться Это есть Условия При котором Достигается Цель Хорошей Учебы Итак Есть условия И есть результат Достижения Цели В данных Условиях Это тоже Комплекс Условия Фраза Выражающая Конструкция Фразовая Выражающая Условия Необходимо Лишь Одно Условие Чтобы Что-либо Осуществилось В отличие От Предыдущей Фразы Посмотрите Предыдущего Джи Йо Джи Я Является Более Выделительной Структурой Она Выделяет Больше Выделяет Одно Условие Из Ряда Других Условий И Является Более Категоричной То есть Только При этом Условии Обязательно Что-то Произойдет Что-то Лишь Лишь При условии Старания Обязательно Будете Хорошо Будешь Хорошо Учиться Нет Если бы она знала, она обязательно бы вернулась. То есть при условии, если она будет знать, она обязательно вернется. Следующая конструкция. Довольно часто используемая конструкция не только в олимпиадных заданиях, но и вообще в речи китайцев, и в письменной речи, и в устной речи. Не только, но и конструкция используется в сложном синтаксическом комплексе, в сложном предложении, и выражает, соединяет, вернее, две части сложного предложения. Ну, давайте вот посмотрим на примерах. Он не только умеет говорить на английском, не только владеет английским, но еще может и говорить на французском. Не только она может говорить на китайском, но еще и ее сестра может говорить на китайском. Здесь, посмотрите, синтаксически у нас идет смещение данной конструкции в пользу выделения подлежащего, в пользу выделения вот этого субъекта, не только она, но и ее сестра. А в первом предложении, наоборот, мы выделяем самодействие. Он не только говорит на английском, но еще и говорит на французском. Поэтому такой порядок слов. Поэтому можно сделать вывод о том, что «пытай» может стоять и перед сказуемым, и перед субъектом. Следующая группа служебных слов, тоже очень важная группа, это группа наречий. Наречия или мы здесь рассмотрим с вами такие вот сложные комплексы наречные, ну, и наречия сами в том числе. Первая структура «и пен», «и пен», одновременное осуществление действий, обозначает, структура данная обозначает действия, которые происходят одновременно. Она и пен шоу, и пен шоу, она и говорит, и смеется. Я люблю и слушать музыку, и выполнять упражнения. Иногда «и» в структуре «и пен», в структуре «и пен» может опускаться. И выражения вот с данной структурой напоминают такие устойчивые выражения. Важно отметить здесь то, что действия должны быть однородные, они должны быть содержательно одинаковые, они должны быть похожими. Например, нельзя сказать «и пен талантю, и пен тюдэ хэн ээ». Мы не можем сказать «я и играю в футбол, и голоден», потому что это не однородные структуры получаются. Я и слушаю преподавателя одновременно, и не понимаю. То есть так сказать нельзя с этим комплексом грамматическим. Следующие наречия – это «тю» – наречия цхай. Наречия очень распространенные и очень популярные, но в то же время они вызывают очень много ошибок в употреблении. Давайте рассмотрим с вами наречия «тю» и наречия цхай. Во-первых, оба наречия являются обстоятельственными обстоятельствам предложений, и их местоположение должно быть только перед сказуемым. Если «тю» является наречием, то он остается только перед сказуемым. «тю» наречия выражает действие, которое должно еще произойти, но в течение короткого промежутка времени. То есть действие должно вот-вот произойти. Например, Подожди чуть-чуть, она вот-вот придет. Сейчас шесть часов, мы в шесть тридцать будем выдвигаться. Как раз и будем выдвигаться, как раз и будем уезжать. Наречия цхай выражает действие, которое уже произошло, но сравнительно недавно. Довольно-таки вот небольшое время прошло с момента его осуществления. И мы можем сказать «только что». Вот только-только произошло действие. Я только пришел домой. Она только полгода изучает китайский и уже говорит неплохо. Вот только вот это действие она уже произучала, да, и уже неплохо говорит. Вот действие произошло, но сравнительно недавно. Что еще? Например, Она приехала в Китай и тут же начала изучать китайский язык. Не нужно два часа, один час, и мы доберемся. Она съела две таблетки и ей стало хорошо. Я уже пришел, да, рано уже пришел. Ну, в данном случае, вот в пятом, шестом, седьмом, восьмом примерах наречие «тё» также обозначает действие, которое произошло очень быстро. Но сам процесс, само действие происходило в прошлом. У «цхай» есть еще значение, что действие происходило довольно медленно. Оно произошло довольно поздно. Нелегко осуществилось действие. Например, Он в десять часов только встал. Имеется в виду, что десять часов – это довольно позднее время. Восемь часов. Она в восемь тридцать только пришла. Опять же, действие произошло с опозданием. Как ты только сейчас добрался? Почему ты только сейчас пришел? Опять же, действие произошло довольно поздно или с опозданием. Я только научился есть палочками. То есть только сейчас научился. Прошло какое-то время. Я только сейчас научился есть палочками. Пользоваться палочками. Следующие наречия – это «цайхё». «Цайхё» обозначают повторение. Это также наречия, которые ставятся, образуют обстоятельства и ставятся в предложение перед сказанным. Имеют значение повторяемости. Различие между ними в том, что «цайхё» обозначает действие, которое еще произойдет, которое еще повторится. А «юхёх» обозначает действие, которое уже… Или ситуацию в целом, которая уже повторилась в прошлом. То есть не только действие, но и ситуацию. Первый пример. «Я сегодня ходила навестить ее. Я хочу завтра еще раз пойти. Вот еще раз повторится это действие, но только завтра». Он в обед, до обеда вернее, приходил, после обеда не придет. Он вчера приходил навестить меня, а сегодня снова приходил. Но «снова приходил» имеется в виду, что действие снова повторилось в прошлом. «Он вчера не пришел на занятия, сегодня снова не пришел». Повторяемость действий, но в прошлом. Следующее наречие очень важное – это наречие «пуго». «Пуго» – противительное такое наречие. Вернее, союз, извините. Это союз «пуго» используется в разговорной речи, но и иногда в письменной речи его тоже можно встретить. «Я говорю, что так хорошо, так, конечно же, хорошо, но не доставляет ли тебе хлопот это? Не доставит ли тебе это хлопот?» «Комната небольшая, но одному человеку достаточно для жизни». «Он, кажется, со мной в одной группе учился, но я забыл его имя». Я забыл, как их зовут. В этом уроке довольно-таки много новых слов, но они все несложные. Следующее наречие – это «го жэн» и «джи ха». Наречие «го жэн» обозначает, что действие в действительности или ситуация в действительности такая же, как и ожидал говорящий. Как и предполагал говорящий, используется перед глагольным сказуемым или качественным сказуемым или перед подлежащим, комплексом подлежащего. Например, он сообщил родителям новость о обучении за границей. Они послушали и действительно не согласились, действительно не сильно желали этого, в действительности не сильно желали. То есть он предполагал, что родители не одобрят эту новость, эту весть. И на самом деле так и оказалось в действительности. Да, они и не были воодушевлены этой новостью. Слышал, как друзья говорили о ресторане, кухня в котором и вкусная, и дешевая. Я пошел, попробовал, в действительности неплохо. Опять же, говорящий предполагал, что ситуация будет именно такой, именно такой она и получилась. То есть результат данной ситуации совпадает с ожиданиями говорящего. По прогнозу сказали, что сегодня будет дождь. Смотри, действительно пошел дождь. Опять же, прогноз это предположение того, что ситуация будет именно такой. Дождь пошел, действительно ситуация именно такая, как и предполагали. Доктор сказал, что если выпить эти лекарства, то не станет лучше. Выпив эти лекарства, действительно, мне постепенно, день ото дня, стало лучше. Опять же, доктор сказал, то есть мы предполагали, что станет лучше. И в действительности так и произошло. В действительности стало лучше. Наречие 只好 выражает ситуацию, что нет другого выбора, а только нужно вот так, только нужно сделать вот так. Например,父母觉得我的想法是对的. То есть,只好同意我去留学. Родители полагали, что мое мнение верное. Поэтому лучше всего согласиться на то, чтобы я поехала учиться за границу. 只好 То есть, нет другого выбора, только вот так. Скорее всего, лучше согласиться. Они вынуждены согласиться. На полпути вдруг пошел дождь, я не взял зонт, и нет другого выбора, как промокнуть и бежать. 只好 Остается лишь Мокрым бежать. 昨天晚上我回来时已经没有空空气了. 只好 Следующая тема, которая нас с вами ждет. Вот это тема предлоги. 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 Предлоги мы с вами рассмотрим в следующей лекции. Продолжим следующую лекцию. Мы также с вами по служебным словам. Еще разок хочу заострить ваше внимание на том, что служебные слова имеют огромную грамматическую роль в китайском предложении. К служебным словам относятся наиболее значимые, наиболее играющие грамматическую роль. Это слова, наречия, союзы, союзные структуры, предлоги, предложенные структуры. Вот сегодня мы с вами посмотрели некоторые наречия и союзы. А следующую лекцию мы продолжим с вами разбирать служебные слова. И подробно уже разберем предлоги. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, всего хорошего, до свидания.